С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 4 июля. Международный день Днепра. Четвертые реки в Европе по длине. Отмечается каждый год в первых числах этого месяца. Геродот называл Днепр Борисфеном. Римские историки Донаприсом. В Киевской Руси Славутич. Могучая река пересекает территории трех стран. Украина, Россия и Беларусь. Ее общая длина 2201 километр. Днепр пересекают до 100 различных мостов в трех странах. Одна из легенд гласит, что войска атамана Ивана Подковы после очередного нападения на Стамбул перевозили через один из порогов удивительные богатства. Говорят, что в их числе была статуя коня, полностью отлитая из золота. Несколько кораблей разбились на порогах Днепра, а сокровища остались где-то на дне. И не только эту тайну, но и многие другие Днепр, судя по всему, хранит до сих пор. Ну и, конечно же, мы помним и военную составляющую – битву за Днепр. 4 июля в Соединенных Штатах Америки отмечается День независимости. В 1776 году 13 американских колоний находились в состоянии войны со своей бывшей родиной Англией. Ну, так бывает. Члены колониального континентального конгресса попросили Томаса Джефферсона, представителя колонии Вирджиния, написать декларацию о независимости, объясняющую цели их революционной борьбы. Ну, видимо, слог у него был получше, чем у других. Второе. Чтобы защитить эти права, создается правительство среди людей, получающее власть управления только согласия людей. Декларация была подписана, и на карте мира 4 июля появляется новое государство. Любопытно, что до сих пор в среднем 20% американских подростков не знают, от кого страна добилась независимости, а еще около 15% считают, что это была Франция. К тому же в последние годы американцы решили заняться сносом некоторых своих исторических памятников в угоду некоторым политическим и даже экономическим событиям. У родившихся в этот день в 1790 году появляется на свет Джордж Эверест, английский геодезист, выполнивший топографическую съемку территории Индии и первым определивший высоту высочайшей вершины мира Джамалунгмы, которую также называют Эверестом. В его честь. Джузеппе Гарибальди родился в 1807 году, итальянский политический деятель, один из лидеров движения за объединение Италии. Несмотря на то, что многие критиковали Гарибальди за развязывание гражданской войны, абсолютно все и друзья, и враги признавали его уникальные военные способности и призвание быть истинным лидером. В 1815 году родился Павел Андреевич Федотов, офицер лейбгвардии финляндского полка и талантливый, известный русский художник. Его называют даже Гоголем русской живописи и родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве. То есть его картины – это такой сатирический, что ли, взгляд на мир. «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор», «Еще анкор» и другие работы, как теперь вы понимаете, очень известные, вошли в коллекции крупнейших музеев России. В 1900 год рождается Луи Армстронг. Некоторые говорят «Армстронг», но это неважно. Есть у него еще прозвище – Сейчмо. Основная фигура в джазе 20-х годов. Но это начало, потом еще были десятилетия популярности. Виртуозный трубач, мастер импровизации, ввел новые стандарты ритмической гибкости и построения мелодии. Он руководил большими оркестрами и маленькими ансамблями, путешествовал по всему миру и сделал множество записей. Человек, если вы спрашиваете, что такое джаз, вы никогда этого не узнаете. В 1930 году родился Фрунзик Мкрчан. Настоящее имя Мгер. Актер, известный по многим кинофильмам. Кавказская пленница Мимино. И любимый нами до сих пор, хотя он уже давно, увы, ушел из жизни. 1957 год. День рождения Дмитрия Назарова. Актера театра и кино, телеведущего народного артиста России. События дня. 1819 год. Из Кронштадта в кругосветное плавание отправляются шлюпы Восток и Мирный. Во время этой экспедиции был открыт шестой континент – Антарктида. Название является романизированной версией греческого слова, которое означает «напротив Арктики», «напротив Севера». 1862 год. Спустя три года после речной прогулки и пикника математик Чарльз Доджсон начинает рассказывать Алисе Лидл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в страну чудес. Уже скоро среди первых именитых читателей сказки, которая будет опубликована, – Королева Виктория и Оскар Уайт. Книга переведена на 125 языков. В 1931 году Алиса попадает в список запрещенных произведений в китайской провинции Хунань, поскольку животные не должны говорить человеческим голосом и нельзя показывать животных и людей равными. В 1900 году опять же из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова выходит шхуна «Заря» под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Толля. В составе этой экспедиции будущий верховный правитель России адмирал Колчак. Все начинается с того, что якутский промысловик Яков Санников утверждает, он не раз видел некую гористую землю к северу от арктических Новосибирских островов. Но более чем столетние попытки обнаружить ее, землю, получившую имя этого мифического открывателя, ни к чему не привели. А в 1938 году летчики вообще доказали, что ее и не существует. В 1961 году во время океанских учений полярный круг на борту атомной подводки К-19 происходит тяжелая авария. Лопнула труба в системе охлаждения одного из реакторов, из-за чего произошла утечка радиации. Офицеры и матросы занимались починкой реактора под воздействием радиоактивного излучения. Но не было никакого другого выхода. Вышедший из строя атомный реактор удалось погасить, и корабль отбуксировали на базу. Восемь членов экипажа, непосредственно участвовавшие в ремонте реактора, скончались от полученных доз радиации. 1980 год. В Москве на Ленинском проспекте, кстати, недалеко от моего дома, открыт памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, работы скульптора Бондаренко. Он был установлен на площади Гагарина к Олимпиаде 1980 года. По замыслу архитекторов, памятник должно было быть видно от самой Московской кольцевой автодороги. Монумент, к тому же, изготовлен из титана в кратчайшие сроки на Балашихинском литейно-механическом заводе. Скульптура, собранная из 238 литых сегментов, стала первым в мире крупногабаритным памятником, изготовленным из титана. Ну и последнее. 2012 год, совсем недавно, ЦЕРН объявил об обнаружении новой элементарной частицы, предположительно, бозона Хиггса. Благодаря квантовой физике науке известно, что пространство наше не пустое. Помимо обычных веществ, вроде протонов, электронов и нейтронов, из которых состоят строительные блоки всей материи, Вселенная наполнена квантовыми полями и буквально кишит появляющимися и исчезающими элементарными частицами. Физика частиц – наука обо всех субатомных частицах и взаимодействующих с ними силах. Короче, физики считают, что эти столкновения напоминают условия, при которых развивалась Вселенная сразу после Большого Взрыва. А значит, с помощью изучения мы можем приблизиться к тайне появления жизни на Земле. И, может быть, совсем неизвестно, слегка поделиться с нами своими тайнами. Но есть еще один вопрос. А нужно ли нам все знать об этом? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...